Бокс вернулся! Боксу ура! Закончилась карантинного простоя пора, и первые бои уже показали, как мы соскучились и как его ждали. Ждем с нетерпением, когда же трэш начнется, с кем Мэнни Пакьяо в ринге сойдется, когда увидим Теофима против Васи и с кем же Альварес сойдется в плясе. Огонь! Файта в нас не погас! И выпуск The Ring Show встречает вас сейчас! Приветствую всех любителей бокса и сразу спешу вас поздравить с тем, что бокс начал возвращаться к нам. Правда, не все из ивентов, что были намечены на 6 июня, смогли быть реализованными, но все же, например, в Южной Корее, в провинции Тенган, в городах Намьянджу и Сихин, промоутерские компании Hanan Promotions и Bamjin Promotions представили свои вечера бокса, где поединки проводили боксеры не очень высокого уровня. Большинство из них были начинающими боксерами и не имеет смысла поэтому говорить об этих вечерах бокса. Впрочем, как и о ивенте, который состоялся в городке Абилинштадт, Канзас, и был проведен промоутерской компанией Card and Combat Sports на арене Neverso and the MMA Gym. Точно так же уровень бойцов был не очень высок. А вот бой, который состоялся в городе Мичиакан, Мексика, на арене Подскуары, был проведен довольно-таки солидными промоутерскими компаниями. Это Рой Джон Джуниор Promotions и Кин Карлос Promotions. Принесли нам в центральной части два довольно-таки интересных поединка. В главном бою андеркарта проспект Волтервейт Алехандро Давила после избиения Эктора Фернандо Гарсия в восьми раундах закончил бой в конце девятого, нанеся мощный правый хук, который заставил Гарсию замереть на канвасе. Ну а в Майнвенте бывший чемпион мира по версии Айбеф во втором полусреднем весе Карлос Малина не оставил шансов своему сопернику Аманенту Мичи Муниесу, уничтожая его в каждом из шести раундов боя. И после окончания шестого раунда команда Муниеса так и не выпустила его в седьмой раунд, что означало победу Малины техническим нокаутом в седьмом раунде. Ну что ж, лихо, беда, начало и дальше, мы надеемся, будет не только больше, но и лучше. И если рассуждать о том, каким бокс будет завтра или через месяц, то надо понимать следующее, что на рынке бокса существует три мощных игрока, главным из которых, по нашему мнению, является глава промоутерской компании Топ Ранг Боб Арум, работающий в содружестве с телеканалом ESPN и ESPN+. На втором месте это глава премьер-боксинг-чемпионшип Эл Хэйман, который работает вместе с телеканалами Fox Sport и Showtime. И на третьем месте промоутерские компании Оскара, Далахоя, Golden Boy Promotions и Эдди Хирна, Matchroom Boxing, которые работают вместе со стриминговой платформой Dazon. И пока Эл Хэйман взял разумную паузу, ожидая момента, когда вечера бокса можно будет проводить в присутствии зрителей, то Оскар Далахоя говорит о том, что он собирается запуститься в начале июня, а Эдди Хирн о том, что он начнет свою работу в конце июля. Так вот, Боб Арум говорит о том, что те вечера бокса, которые он будет показывать начиная с 9 июня, послужат магнитом, который, собственно говоря, и будет обращать внимание любителей бокса на именно его ивенты. И Боб Арум планирует занять так плотно нишу бокса, который все ждут. И вот Боб Арум говорит о том, что либо в начале, либо в конце сентября он уже готовится организовать бой Василия Ломаченко против Теофима Лопеса, который состоится на новопостроенном стадионе Elegant Stadium в Лас-Вегасе, штат Невада. Этот стадион вмещает 65 тысяч зрителей, но, по словам Боба Арума, на нем будет присутствовать максимальное число зрителей в количестве 10 тысяч. Также Боб Арум заявляет о том, что готов организовать поединок его бойца, чемпиона мира по версии WBA во втором полусреднем весе Теренса Кроуфорда против обладателя пояса чемпиона мира по версии WBA Super Мэнни Пакьяо. Этот поединок уже готовится принять королевство Бахрейн. Ну и эпогеем завершения этого года Боб Арум называет третий поединок между Тайсоном Фьюри и Диантеем Уайлдером, который состоится, как говорит Боб Арум, под Рождество. Так это или не так трудно говорить, поскольку Фредди Родж заявляет о том, что его подопечный Мэнни Пакьяо готовится в сентябре или октябре провести поединок против Майки Гарсия. В свою очередь планы Теренса Кроуфорда направлены на то, чтобы выйти на объединительный поединок, по словам самого Теренса, на бой против чемпиона мира по версии WBC и IBF Эрла Спенса. Поэтому какие планы Боба Арума это одно, слова его боксеров совсем другое. Ну а каким будет реальное положение дел, я думаю, мы узнаем уже в конце июня. Оскар Далахоя готовится запустить бокс от своей промоутерской компании Golden Boy Promotions в субботу 4 июня, выведя в ринг своего проспекта легкого веса звездочку своей промоутерской компании Райана Гарсия. При этом местом проведения боя Райана называется либо Лос-Анджелес, Калифорния, либо Индия, Калифорния, либо Лас-Вегас, Невада. Все будет зависеть, насколько бюджетный поединок Райана Гарсия впишется в те или иные рамки. Напомню, что изначально соперником Райана Гарсии должен был стать Хорхе Линарес, но, к сожалению, Хорхе сейчас проживает в Японии, и его возвращение в Соединенные Штаты Америки сопряжено с определенными трудностями. То есть, как бы ни старался Хорхе Линарес вернуться, он уже опоздал и не соответствует тем требованиям, которые выдвигают национальные атлетические комиссии штатов Калифорнии и Невада с точки зрения прохождения карантина и сдачи необходимых тестов на коронавирус. Также, опять же, с такой же логистикой отпало и участие в бою против Райана Гарсии Абнера Мареса. По словам Эрика Гомеса, генерального директора Golden Boy Promotions, они сейчас очень напряжены и подыскивают для Райана Гарсии, с одной стороны, бюджетного, с другой стороны, статусного соперника. Ну и, зная профессионализм Арика Гомеса, я думаю, что у него все получится. Ну и также Эри Гомес заявил о том, что следующий поединок, главный актив Golden Boy Promotions Сауль Альварес проведет 14 сентября. Этот поединок будет приурочен главному празднованию Мексики Дня Независимости. А вот кто будет соперником Сауля Альвареса, также большой вопрос. Хотя, по словам Эрика Гомеса, у него есть 5-6 боксеров, которые уже готовы выйти в ринг против Сауля. Он оговорил условия, что поединок будет проходить без зрителей, поэтому соперник будет бюджетным. В общем-прочем, как и сам вечер бокса, и мы сразу отметаем участие каких-либо чемпионов во втором среднем весе. И это и Билли Джо Сондерс, которому, возможно, к тому времени вернут его боксерскую лицензию. И Калеб Плент, и Дэвид Бенавидес, и Калум Смит. Если говорить о участии в поединке против Сауля Альвареса Сергея Деревянченко, то, по словам Эрика Гомеса, кандидатура Сергея на данный момент не рассматривается. А жаль, хотелось бы посмотреть, как Серега проведет поединок против Сауля. Ну что ж, тоже набираемся терпения и ждем новостей. А вот если говорить о Эдди Хирне, то изначально выстроенная им логистика по возвращению бокса начинает немножко хромать. Напомню, что боксер Эдди Хирна, Дэвид Хейн, завоевав пояс чемпиона мира по версии WBC, травмировался при первой его защите, получил статус чемпиона в отпуске по медицинским показаниям. И Маурицио Сулейман решил разыграть вакантный титул между первым номером рейтинга Хавьером Фортуна и вторым номером рейтинга Люком Кэмпбеллом. Но пандемия коронавируса все смешала и за это время, пока бои не проводились, Дэвин Хейни восстановился и заявил о том, что готов вернуться в ринг. Естественно, Маурицио Сулейману не оставалось ничего другого, как вернуть ему чемпионский пояс. Естественно, Эдди Хирн решил ковать железо, пока оно горячо и подал заявку на организацию поединка Дэвина Хейни и Люка Кэмпбелла, то есть решил свести в ринге своих двух боксеров. Естественно, это не понравилось Сэмсону Линковичу, промоутеру Хавьера Фортуна, который грозится подать в суд и на Маурицио Сулеймана, и на Эдди Хирна, настаивая на том, чтобы его боец провел с Люком Кэмпбеллом отборочный поединок по версии WBC. И победитель этого поединка уже вышел в ринг против Дэвина Хейни. Ну и также неприятности случились у Энтони Джошуа. Наверняка вы знаете, что в субботу он тренировался и получил травму колена, и ожидаемый поединок Энтони Джошуа против Кубрата Пулева, который Эдди Хирн намеревался провести в сентябре, переносится где-то на месяца три, поскольку именно столько потребуется времени Энтони Джошуа для восстановления крестообразной связки. Поэтому, естественно, медным тазом накрывается и возможное проведение поединка Александра Усика против, собственно говоря, Энтони Джошуа в случае, если Усик одолеет Деррика Чесору. Ну а пока ничего другого, скажем так, планом Эдди Хирна вернуться в большой бокс не мешает. Напомню, что в конце июля на специальном комплексе, который построен на заднем дворе дома Эдди Хирна в Англии, будут проводиться вечера бокса, которые завершатся поединком, что состоится 15 августа, в котором временный чемпион мира по версии WBC Диллиан Уайт проведет против Александра Поветкина. Мнение Боба Арума весьма авторитетно в мире бокса. И совсем недавно Боб Арум заявил, что в связи с пандемией коронавируса и вот этим карантином, поставившим бокс на паузу, он считает необходимым отложить обязательные защиты чемпионами своих титулов как минимум на год. Ну, в этом, конечно же, есть разумная доля истины, поскольку чемпионские поединки надо проводить при зрителях, где идут дополнительные прибыли, как и от мерчендайзинга, как и от спонсоров, так и от всех компаний, которые обслуживают весь этот вечер бокса. А это деньги довольно-таки немалые. И деньги нужны для того, чтобы платить чемпионам соответствующие гонорары, поскольку чемпионы в ринг за копейки выходить не будут. Поэтому вот мнение Боба Арума о том, чтобы на год отсрочить проведение обязательных защит чемпионами, вполне разумно. С другой стороны, много боксеров достаточно долго ждали своего шанса на проведение чемпионского поединка. И, конечно же, ждать еще больше они не желают, поскольку, знаете, как в том анекдоте, либо соперник умрет, либо контендер умрет, либо еще что-то случится. Ну, в общем, форс-мажоры, либо какие-то другие события, которые могут помешать контендеру провести чемпионский поединок, могут иметь место. Поэтому чемпионы хотят своего шанса на завоевание чемпионского титула здесь и сейчас. Поэтому надо договариваться, надо находить точки соприкосновения. Я думаю, что если есть желание договориться, то обо всем договориться не представляет труда. Опять же, как будет развиваться ситуация, покажет время. Ну, вот кому-кому не позавидуешь, так это чемпиону мира по версии WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлосу Рамиросу и обязательному претенденту на поиск чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в этой весовой категории Виктору Постолу. Напомню, что их поединок трижды был отменен. Сначала он не состоялся 1 февраля, затем 9 мая и 18 июля этот бой также не будет проведен. По словам Боба Арума, промоутеров как Виктора Постола, так и Хосе Карлоса Рамироса, бой он собирается провести в августе, но существуют определенные проблемы. По словам менеджера Виктора Вадима Корнилова, Виктор должен прилететь в Штаты, но этому мешают несколько обстоятельств. Первое, это то, что зал Фредди Рооча, тренера Виктора Постола закрыт, и поэтому Виктор, если сможет тренироваться, то где-то у себя дома, либо в близлежащем парке. Вторая проблема в том, что пока международное сообщение еще не открыто. Ну и третья проблема, это те беспорядки, которые происходят в городах Америки, в том числе и в Лос-Анджелесе, куда Виктор должен прилететь. А по словам Вадима Корнилова, обеспечить безопасность как Виктору, так и членам его команды он не в силах. Поэтому вот вопрос в том, когда все успокоится в Соединенных Штатах Америки, откроются тренировочные залы и начнется возможность совершать международные перелеты. Ну вот, когда все сойдется, тогда Виктор Постол и сможет прилететь в Соединенные Штаты Америки и продолжит свою подготовку к бою против Хосе Карлоса Рамиреса. И давайте поздравим Франшон Крюс Дезурн с тем, что ей вернули титулы чемпионок мира по версии WBC и WBO во втором среднем весе, которые она потеряла, проиграв 11 января разделенным решением судей поединок Алехандри Химинес. Правда, для Химинес радость обладания чемпионскими поясами длилась недолго. Уже в начале февраля проба А ее теста на допинг показала наличие в ее организме запрещенного препарата Станозол. И несмотря на то, что Химинес всячески отрицала какую-либо свою захимиченность, проба Б, вскрытая и проанализированная в марте, только подтвердила то, что организм Химинес грязен. Потребовалось некоторое время, чтобы комиссии WBC и WBO приняли решение. И совместное решение в том, что Химинес получает 9-месячную дисквалификацию. Каждая из организаций она выплачивает по 5 тысяч долларов штрафа. Ну а Франшон получает свои чемпионские пояса, с чем мы ее и поздравляем. И мы рады тому, что после долгой паузы мы наконец-то можем представлять вам предматчевые анализы поединков. И в этот раз мы представляем вам предматчевый анализ боя, который будет главным поединком вечера бокса от промоутерской компании Боба Арума топ-ранк на арене MGM Grand, Лас-Вегас, Невада и состоится он ранним утром в среду 10 июня. В майном ивенте чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Шакуры Стивенсон проведет нетитульный 10-раундовый поединок против Джорни Мэна Феликса Карабала. Напомню, что изначально соперником для Стивенсона должен был стать Рафаэль Ривера, но он не смог выполнить предписание Национальной Атлетической Комиссии штата Невада по карантину после своего приезда из серии тестов на COVID-19, поэтому, увы, он должен был отказаться от проведения боя. Но под эти все условия подходил Феликс Карабала. Феликс Карабала сожалеет, по его словам, только об одном, что он узнал о поединке против Стивенсона всего лишь за месяц до самого боя и, к сожалению, не может подготовиться надлежащим образом. Но, по словам, опять же, Карабала, он очень надеется, что ему удастся победить Шакура Стивенсона и в матче-реванше, который состоится в сентябре-октябре, он уже проведет против Стивенсона бой за титул чемпиона мира. Довольно-таки смелые прожекты для Карабала, хотя, если быть реалистом, то Феликс никаким образом нельзя поставить вровень с техникой, скоростью работы, с качеством работы Шакура Стивенсона. Единственное, что может сделать Карабала, это от Гонга начать вести бой довольно-таки плотно, выбрасывая быстрее и большое количество ударов, надеясь, что Стивенсон либо подставится, совершив ошибку, либо Карабала нанесет лаки-панч. Но, понимая качество бокса Шакура, мы предполагаем, что Шакур легко обыграет Карабала на ногах, затянет бой за пятый раунд, и где-то к раунду седьмому-восьмому натыкает Карабала столько, что тот либо окажется на канвасе, либо откажется от продолжения поединка на табурете между раундами. В любом случае мы видим победу Шакура Стивенсона техническим нокаутом во второй половине боя, либо, ну, на крайний случай, единодушным решением судей после прохождения всех десяти раундов. Ну и заметим, что главный поединок Андеркарта не состоится. В этом поединке чемпионка мира по версии Североамериканской боксерской федерации в первом легком весе Микаэля Майер должна была провести десятираундовый поединок против довольно-таки жесткой Хелен Джозеф. Но в субботу тесты Микаэлы на COVID-19 показали положительный результат. Она была госпитализирована, и бой, увы, не состоится. Ну вот, собственно говоря, и все, о чем мы хотели рассказать вам в этом выпуске The Ring Show. Заходите на наш YouTube-канал, подписывайтесь на него, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, делитесь нашими видео, оставляйте свои комментарии и лайки, ищите нас в социальных сетях и пабликах Instagram, Twitter, Telegram, Viber. Конечно же, становитесь нашими друзьями на Facebook. Если сможете помочь нам в нашем развитии, давайте вместе делать большое, поистине великим. А вот как это можно сделать, читайте внизу под этим видео, в первом прикрепленном комментарии. Заходите на наш информационно-аналитический сайт theboxing.com.ua Пишите нам по адресу нашей электронной почты theringshow.gmail.com Берегите себя, своих родных и близких, и помните, где бы вы ни были, и что бы с вами ни случилось, все всегда будет бокс! Субтитры сделал DimaTorzok